Куда девалась нежность и исчезла нимфа? Пропажу скульптур со своих постоянных мест на территории санатория «Волна» сочинцы обнаружили в конце прошлого года и провели свое собственное небольшое расследование. Скульптуры нашли в одном из гаражей Мацесты. «Волна» с этой здравницей составляет единый холдинг. Фотографии опубликовали в интернете. Скульптуры хранились вот в таком виде. Факт просто возмутил сочинцев. Брошены были бесхозно, потому что там не было должно осуществлено охраны. Я выезжал сам на место. Скульптуры находились в перевернутом виде, фактически в незащищенном помещении от посторонних лиц. Директор Хостинского музея истории Петр Сапелкин – один из тех неравнодушных, кто всерьез обеспокоен будущим нежности и нимфы. На территории санатория «Волна», который, кстати, называют копией Петродворца, скульптуры появились в 60-х. Предположительно, их привезли из Германии. Кто автор работ, неизвестно. Опять же, предположение – им может быть сам Роден. Уж очень похож стиль. Сегодня нежность и нимфа занесены в реестр памятников культуры регионального значения, поэтому снимать их с постаментов, а тем более куда-то перемещать, никто не имеет права. Сочинцы подали заявление в суд. Как они нам указывают в своем письме, что они намерены их разместить, либо в Москве, ну, в крайнем случае, на Мацейсте. Я лично, как все жители Хосты, считаю, что данные скульптуры должны обрести свое прежнее место, прежнее место нахождения и находиться именно в Хосте. Суд уже начал рассматривать дело по исчезнувшим скульптурам. Уже прошло первое слушание. Возбудить в отношении должностного лица ЗАО «Санатория Волна» Мучаевой дело об административном правонарушении. Административное производство начали против «Санатория Волна», как юридического лица. Статья в обоих случаях – нарушение требований сохранности объектов культурного наследия. По статье обвиняемым грозят крупные штрафы. Директору до 400 тысяч, самому санаторию – до 5 миллионов рублей. Накануне состоялось уже второе заседание суда. Очередное заседание суда по делу об исчезнувших скульптурах завершилось едва начавшей. Все дело в том, что обвиняемая сторона попросила пригласить экспертов, которые занимались изучением состояния скульптур и самого «Санатория Волна» и признали их неудовлетворительным. Пригласить для более предметного разговора. Суд просьбу принял во внимание и слушание перенесли на 15 апреля. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.